Всем привет! В этом видео я расскажу, как проходит дистанционное обучение у меня, у меня в обучающем центре. Итак, после того, как мы с человеком определились, чему он хочет научиться, какие именно курсы ему подходят больше всего, он оплачивает их любым удобным способом, но обычно это происходит на карту. После этого я отправляю заявку своему администратору, который в течение одного-двого дней отправляет человеку уже курс вместе с сертификатом. То есть у вас нету каких-то там встреч с преподавателем онлайн, да, то есть у вас огромное количество, я просто с ума сойду, с каждым встречаться онлайн, да. Но есть такая услуга, в принципе, в теории, но она оплачивается отдельно. И у вас нет такого, что вам нужно сдавать экзамены тоже. Если вы готовы делиться своими наработками тем, что вы сделали, присылайте мне, я проверяю, да, вот такой диалог, он возможен. Но каких-то специальных экзаменов нету, сертификат вам отправляется сразу же вместе с курсом на электронную почту. Он выглядит так же, как при очном обучении, то есть когда вы его распечатываете, вешаете на стенку, это такой же сертификат, как вы бы приехали очно учиться. Почему я так делаю? Почему вот не пишу дистанционно, да? Ну, потому что это немножко несерьезно. То есть если ваш клиент, который пришел увеличивать губы, увидит на сертификате надпись дистанционно, какое-то к вам доверие потеряется. Поэтому я-то понимаю, как преподаватель, как человек, который в косметологии там больше 10 лет, что дистанционно, не дистанционно, как бы, ну, один фиг, как говорится. Если у человека есть руки, если он понимает, что вообще происходит, как это делать, да, если он обучаем, то он может обучиться и очно, и дистанционно. Если он мне обучаем, то он может приехать, он может тут заниматься, он может начать практиковать, но все равно, если руки не с того места, ну, тут уж ничего не сделаешь. Поэтому я-то это понимаю. И поэтому в сертификатах не указывается, что курс дистанционный. Курс указывается, что просто человек, имя, фамилия, обучился или прошел курс вот по такой-то теме. Дальше подпись, печать, мои подпись, печать. Недавно я получила аккредитацию, поэтому все сертификаты, дипломы имеют юридическую силу. Если кому-то необходимо с ними устраиваться на работу, это можно вполне официально делать. Если их нужно где-то проверить, я скажу, где они проверяются. Ну, или вы можете сами в интернете найти и по номеру аккредитации, который указывается, вы можете проверить, кому это будет нужно и важно. Дальше. Дистанционное обучение. Это не только весь материал, который вам приходит, но и там же в письме я прикрепляю карточки, то есть с которыми вы беседуете, да, вы заполняете карточку клиента. И вот там у особенностей по каждой тематике у меня специальная карточка. Дальше туда входят фотографии для портфолио. Это относится к губкам и к профилю Джоли. Тогда входят фотографии для портфолио, которые вы можете выкладывать у себя на своих ресурсах, только обязательно подписываясь, чтобы никто там их не взорвал. Дальше. Ну, так как у меня аудитория, то весь земной шар, то те, кто у меня учился, они редко где-то пересекаются. Они все из разных городов, поэтому все эти ваши фотографии, которые там есть для портфолио, они не пересекаются. Что еще входит в курс? Конечно, моя поддержка. Если вам необходимо, чтобы я с вами общалась, это происходит. Бывает не так быстро, как хотелось бы, потому что сообщений реально много. И в Инстаграме бывает такое, что мои администраторы не справляются. Все ваши сообщения, они перенаправляют мне для того, чтобы я дала уже какой-то профессиональный совет. То есть, как делать, я вам не скажу. Потому что, я не считаю это гуманным, преподаватель не должен говорить, что делать, если вы уже обучились. Если вы уже обучились, то будьте добры, пожалуйста, сами составляйте протоколы, схемы, план процедуры. И потом можете меня отправить на проверку. Я с удовольствием проверю. И скажу вам, так или не так, внесу корректировки. Обычно корректировки нужны по расставлению единиц по ботоксу. Там бывает, что точку далеко поставили, немножко двигаем. И бывает большое количество единиц, которые тоже я исправляю. Или наоборот маленькая. То есть, по фотографиям мы вот так вот работаем с ученицами и с учениками. Дистанционное обучение учитывается. Учитывается то, что вы учили дистанционно. Если вы решите приехать очно, то эта сумма будет учтена. Так что, ничего в этом такого нет. Если вы попробуете, у вас получится то, что реально огромное количество людей этому так учится. Если у вас что-то, будут какие-то сомнения, вы приезжайте. Приезжайте, значит, очно. Если дистанционно все-таки переживаете, что что-то не так. Хотя на дистанционном обучении я стараюсь все, конечно, по полочкам. Прям с нуля. Прям все разложить, чтобы точно все всем было понятно. И кому интересно, огромное количество положительных отзывов я коплю там в группе ВКонтакте. Кому нужна ссылка, я ее скину. У меня две группы. И там можете ее читать, общаться с этими людьми, кто уже прошел дистанционное обучение. Как им было тяжело, не тяжело, поняли, не поняли. Но вот как-то работаем. Тем более в нынешнее время, когда очное обучение не для всех доступно. Я знаю, что у меня уже такая очередь тех, кто не может к нам приехать в связи с коронавирусом, кого не пускают. И они учатся сейчас дистанционно. Потому что развиваться надо, деньги зарабатывать всем надо, новые популярные трендовые услуги делать своим клиентам тоже надо. Поэтому дистанционно это бывает единственный выход. Но еще один плюс, это дешевле намного, чем очное обучение. Поэтому решать, конечно, вам. Но я бы не стала переживать по поводу дистанционных курсов. Получится, не получится. Попробую один курс. Потому что у меня их там сайт. И если вы один курс попробуете, не будете только от этого информирования. Поэтому всех жду у себя на обучении. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok